так это да здесь грунт это тот который грунт у меня ну белый да ну неважно сейчас не в цвете дело это тот который разбавлял 10 про по моему по техничке короче сделал по итальянской и он густым показался через 18 сейчас тут 51 сделали вас а я с отвердителем они с ультра в европейских техничках и добавили 20 процентов разбавиться то есть он реально стал ну да позже чем у меня лабораторные исследования лабораторные следует то что происходит на практике на немножко совсем чуть-чуть отличается от того что нам сейчас и попробуем надеть то есть толщина мерка померять толщину пластины до нанесения после нанесения глянуть а мы сделаем да сколько он углянуть и насколько у нас грунт получился чтобы посчитаем слои посчитаем толщину не нужно сделать три слоя мы можем сделать 6 слоев допустим три слоя до в среднем стандартная более-менее работа и сколько у нас получится у меня получилось трех слоев 400 это может не на пластине просто сейчас померяем да это слишком много не понятно там крест там речь идет о миллиметрах уже сейчас где за какая-то будет 1 из 7 даже меньше чем у меня сейчас а то что вот если в реальной ситуации то что слегка светится это ничего плохо то есть надо тут под этот грунт надо вот это место нам интересно да какая толщина как разольется хорошо вот так убедиться в том что я просто мало разбавил у себя да и все ну тут явно видно скорость сразу причем а этот грунт можно наносить на металл да то есть у него есть эти антикоррозионные ждем пока помотовеет и все то есть все обычно никаких но я не снимал прям полностью три слоя нанесения потому что смысла не имеет тут больше показатель это для меня что в германии я использовал технички которые написаны европейцами но здесь в россии технички подгоняли под наши реальные условия это то что у нас на рынке продается чуть-чуть материал там отличается чуть чуть незначительно не все завозится в россию поэтому но это для меня чисто тест именно для меня чтобы посмотреть какая разница вот шагрень какая слишком разница да и как он наносился это тоже видно сейчас включим камеру высохнет у нас тут все что мы тестим и померяем толщину на пластине значит да это значит тот самый грунт который мы нанесли чуть позже развели до 32 я возьму 320 но он у нас прошел сушку принудительную когда он да ну мы ускорили немножко процесс вот значит он легкий шлифок поэтому под собственным весом не получится да я вот его кладу она пылесос есть такие может есть я так делал я сейчас воины напишут что там 40 килограмм нажатия не ладно я я просто моя для себя там где шишечки шишечки смотрим на насколько шагрень крупно то есть да я так чисто для себя потому что объяснять им о том что без без бруска на пыли шланги это бесполезно и скажешь я там давил он аж этот стол дергается ну вот по поводу сушки сейчас по поводу сушки этот грунт и у себя тестил я его без сушки у меня ночь постоял я его тер на бруске тер треса точно также ничего не поменялось до оставлял на четыре часа то есть я утром приходил в девять в десять я грунтовал два начала третьего я уже его перетирал он у меня просто стоял поэтому он три слоя вот так можешь бруски лежат эти машинка до машину ладно тяжелее чем врусок 280 все равно да то есть это сынок по весу меньше чем мы прикладываем к себе да у короче согрение но она видно вот тут согрение почти нету это реально это показатель хорошего грунта у всех фирм то есть у всех у кого грунт хороший стоит денег он реально вот то есть он растекается классно он трется хорошо и еще вот вот какой тест или будет можно на ребре фига клуб протир длинный и налиться до базы мокро ну да мы не планировали это делать просто а что подорвало ну посмотрите но если есть контур прям сразу он реально сразу идет короче сделать сделать протир да если он не досыхает за это время он полюбом мы сделаем против на торце или посоле на том что перед нашим тестированием грудаем больем базы где на на торце ну может он посредине прям широко она тогда хорошо видно ну когда широкая зона если есть но его видно я полюбил этот тест потому что он от него не скроешь правду это 200 вольт о пошло пошло хорош хорош чтобы нижний слой не пробит то есть предыдущих чтобы не достать неизвестно с чем они там крася чем и что судя по тому как он спиливается ну не должно быть то есть обычно сразу же даже при перетирке вида как контур четко тянется в одном из городов мы когда его тестировали до сделали слепой тест это как готовщики типа это значит ты обезличиваешь грунты чтобы не видеть что это да 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 исполнителям они делают а потом по как бы своим собственным внутренним таким характеристикам тестируют и говорят так теперь до пластину ту которую по толщине до кончу у меня не получился тестом я не не на плане на пластины мерила просто на столе мерил обычно так вот оставляешь полосы сразу делается чтобы не записывать где-то 12 кстати все толщиномер уже неправильно он уже не зовут все ну два микрона разница это ж ни фига себе я понял только цена этого толщина мера какая порядка тысячи да нет нет я думаю что где-то евро наверно это профессионально он дороже и меда нет порядка тысяч рублей и евро не ела тысячи евро ну нет наверно все же не тысячи евро да хотя не 1000 евро 70 70 тысяч но это дорогие где-то нет это где-то очень но вот она модель можно проверить в конце концов сколько она стоит сейчас еще есть вот такие вот аппараты покупают лабораторных исследований учебные центры то есть и да я к чему вот это сейчас чуть-чуть это так потому что даже нет а не алиэкспресс если да 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 то есть вообще два микрона прыжок и на почти ровном месте это норма способность умерить алюминий соответственно дали ну тут и здесь я не буду настраивать дать очень много настроек там он их сам калибруется можно руками принудительно вырую как хочешь так и делаешь 12 микрон смотрим да я его немножко переразбавил то есть получилось среднем не 20 процентов как надо да а наверно процентов около 30 ну тут он накладывался получше вот ну и был был легкая площадь 40 в среду до 140 150 микрон трех слоев рисунда лда если сделать все правильно сделать все хорошо должно быть 240 микро строков свое да то есть чуть погуще чуть погуще ну то видно шкала немножко прыгнула поэтому вот или у меня рука не сложился ну вот он ну в общем для меня тут важно что что я у себя не до разговаривал использовал другой отвердитель да нет отвердитель то корректный просто он же им под же ультра хаес его меньше добавляется а утра отвердитель он жиже чем пора заполнитель он сам до по себя это уменьшает вязкость продукта ну мы здесь используем хаес отвердитель его соответственно здесь просто больше ну вот минимум в два раза вот ну понятно не критично то есть хотим сделать потолще навалить чтобы все было хорошо значит тогда можно делать по-твоему короче на утку мастер я но я его фактически использовал как жидко не ну вот ну почти как жидко я использую там там германия ну вот туда же 100 микрон возьмем 150 микрон там не сразу не сразу двести восьмидесяткой пришлось то есть время вроде бы заняло не понятно что с дуру можно все сломать но тем не менее сейчас с этим 5 подготавливаем потом открасим покажем да просто глянем до белая белая сделаем ее тут а суда прозрачный там нанести а прозрачный уже неважно окрашенная на не окрашенная ладно сейчас посмотрим на наличие подъема только такой шик и налить и остались ну как бы пшик это вряд ли вряд ли разумный человек сходу в протир жирно нагрузит легко ну тогда смотри вот это пойдет за протир ну это же не совсем против тут грунта то у нас не не было а вот эта граница нас не ну ладно это это уже не тот грунт вообще вот этот ну вот тут да но рядом просто много слоев тут-то только этот делаем сюда и один полный и полный да ну мы делали в основном да то есть я просто делал по сути да раз и налить прям так во хорош ну мокро да мокро и если оно что-то получается через две минуты там по любому будет ну вот так прям две минуты ждать не будем потому что мы подождем можно до полного высыхания но растягивать видео наполнять минуты полторы прошло никаких тела движений в принципе нету это тот грунт который высох в камере параллельно там с нашим элементом ну может быть часа два да там с обедом два с половиной все прошло от начала нанесения именно от начала нанесения пускай даже вас там с копейкой это не долгостойный грунт как допустим на этой панели все нормально в грунту вопросов нет ну подрыв тест принципе завершили тут даже вот так сказать то есть это белая база да это не эффектная какая-то ну просто нет ничего готового не было разводить не хочется отдельно под пистолет нету даже не видно никакого контура чтобы контурить то есть это один слой один слой на протир и проблем никаких нет для меня это показатель того что грунт нормально высыхает нормально себя ведет пока что на этом все отдельно тут еще у этого уже частично в стриме что-то посмотрел кто не посмотрел пересмотрите какие дела на этом всем всем спасибо пока